здравствуйте мои дорогие друзья подписчики и гости моего канала ну наверное глядя вот на эту всю красоту которую я развела который состоит из посуды фарфоровые статуэток вы подумали что это будет обзор моей фарфоровой посуды и на самом деле вы как бы не совсем ошиблись но моя главная задача главная цель этого видео сделать такой разбор потому что меня эта тема очень давно волнует я хотела бы все-таки разобраться в чем отличие ручной росписи на фарфоре и деколе и как определять где деколь где ручная роспись то есть я этим вопросом занимаюсь уже достаточно давно и поэтому решила с вами вот поделиться своими идеями находками ну то есть я думаю что это достаточно интересный вопрос и для этого я приготовила вот эти чайные пары посуду статуэтки для того чтобы вам показать на примере моей коллекции где же деколь а где ручная роспись на самом деле моя коллекция но гораздо больше она просто мне же нужна идея вот при помощи вот этого всего мы будем рассматривать саму идею и я вам расскажу о деколе поподробнее и о ручной росписи все что у меня имеется в голове и в наличии и плюс ко всему этому кроме посуды я вам еще покажу коллекцию моих брошей с фарфоровыми ставками и с деколью и с ручной росписью но это возможно будет вторая часть моего обзора ну вот я так решила для себя думаю это будет удобно а сейчас пока займемся общими понятиями но с ручной росписью на фарфоре все более менее понятно фарфоровая посуда именно с этого и начиналось потому что все делалось вручную вот я хочу вам показать вот этот мой наборчик на сначала наверное вот как вам будет веселее и рассмотреть вот так знали да ну я думаю конечно же знаменитая марка дулёва советский фарфор видите ручная роспись вы знаете вообще я познакомилась с ручной росписью в раннем детстве и знаете почему я имею ввиду на фарфоре потому что подружка моей мамы работала живописцем на фарфоров а янсовым минском заводе я сама из минска она расписывала все подряд и и посуду но в основном она конечно занималась тем что она расписывала статуэтки потому что все статуэтки в то время расписывались столько вручную деколь на статуэтки тогда не придумали ну то есть она конечно же существовала но на на минском фарфороваянсом заводе все раз все статуэтки расписывались вручную ну а посуда была по всякому была и деколь но была и ручная роспись. Я лично сама своими глазами видела, как расписывают чайные пары, чайники, в общем, посуду на конвейере. Это было такое захватывающее зрелище, я не могла от него оторваться. То есть конвейер самый настоящий. Двигается лента, по бокам, по сторонам сидят живописцы, это были женщины, у меня там еще не было. Вот у них там краски, кисточки, конечно, и вот каждая из них расписывать свою личную деталь. Я видела, кстати, например, чашки уже с деколью, которую они делали, они делали на них подрисовку. Ну, в общем, я вам говорю, я несколько раз была на фарфоровой я на самом заводе, меня мамина подруга, тетя Зоя, она пару раз провела, а потом мы со школы были на экскурсии. И каждый раз я стояла возле этого конвейера и думала, ну вот не надо быть художником, чтобы сделать вот этот завиток. Нужно иметь просто практику. Меня это просто поразило в то время, я помню. Вот, ну а сейчас, конечно же, конечно же, нет, потому что я очень много про это все знаю. Но сам процесс очень-очень интересный. Ну вот, значит, вот эту чашечку мы уже как бы рассмотрели. Теперь давайте возьмемся вот за этот набор. Это у нас, что там, чайник, сахарница и молочник. Вот этот набор расписан вручную. Самое интересное, что я сахарницу и молочник, ну или сливочник, покупала на Блошином рынке, а вот этот чайник я словила на интернете, в интернете. Я очень долго за ним гонялась, потому что они очень дорогие. Наконец-то нашла что-то более-менее подходящее, но это было в прошлом году, по-моему, я чайник. А вот эти вот, сахарницу и молочник я очень давно уже купила. Давайте теперь рассмотрим. Это ручная роспись, и давайте посмотрим, как вообще всё это выглядит вблизи. Ну что, для того, чтобы увидеть вот эту вот роспись, надо сделать серьёзное увеличение. Я сейчас попробую. Секундочку. О, вот так. И вот теперь мы можем рассмотреть... Так, главное, чтобы резкость была. Мы можем рассмотреть, как это вообще выглядит. Выглядит, смотрите, видите? Вот эти розочки с листьями. Где видно, что это ручная работа? Вот посмотрите на эти вот штрихи на листьях. Они все разные. И здесь тоже. И бутончик, видите, как сделан? Сразу видны мазки. Так, что у нас с крышечкой? Ну, то же самое. Тут видно, что это ручная работа. Ну, и, конечно же, маркировка. Вот прошу. Знаменитая японская компания Lefton. И тут написано hand-painted. То есть ручная работа. То есть думать даже и не надо. Когда вот так вот написано, не надо ни думать, ни гадать. А все как бы очень даже и понятно. Так, займемся чайником. Вот так. Ну что? Тут тоже все как бы ясно. Видна ручная роспись. Да, конечно, мазки заучены. И, возможно, это тоже с конвейера. Так, как я видела. Но все-таки это сделано вручную. Посмотрите на крышечку. Крышечка без... А нет, вот бутончики есть на ней. Так, и, естественно, посмотрим на маркировку. Раз мы уже здесь... Тот же самый Lefton. Естественно, я когда покупала, я очень внимательно на это смотрела, потому что я искала набор. И у меня есть похожие еще чашки с блюдцами. Но это отдельная история. И они чуть-чуть отличаются. Ну, в общем, ручная роспись. Так что у меня есть полный сервис. Чему я, конечно же, бесконечно рада. Ну что ж, с ручной роспись. На фарфоре вроде бы как все понятно. Но а что же про деколь? Итак, европейская история деколи. Кто же первым придумал переносить переводные картинки, это и есть деколь, на посуду? Ну, историки могут дать нам точный ответ. Это был француз Симон Франсуа Рене. Который приблизительно в 1750 году усовершенствовал способ графировки фарфора. Теперь при помощи тонкой бумаги, горячих медных пластин и материнского рисунка можно было размножать изображение на фарфор. Сам фарфор покрывался тонким слоем лака, который удерживал рисунок на себе. Процесс перевода изображения был назван деколированием, а сама переводная картинка – деколью. Ну и, конечно же, деколирование значительно упростило труд посудных мастеров. Тонкая ручная работа теперь могла быть значительно сокращена во времени, а заняться ей могли не только прирожденные художники. Это удешевило фарфор, но не очень сильно. Бумага в те времена была очень дорогим материалом. Ведь для изготовления бумаг отдельной машины оставалось еще почти 70 лет, и бумагу тоже изготовляли вручную или привозили из Китая. И все равно выигрыш скорости был поразительный. В Европе началось почти стахановское движение. Два английские подмастерья Джон Сеттлер и Гай Грин в 1756 году поразили своим рекордом всех керамистов. При помощи деколи они вручную украсили рисунками 1200 плиток за 6 часов, что примерно равнялось 200 плиткам в час или 3 плиткам в минуту. Стало понятно, что за деколью будущее. Многие мануфактуры начали применять переводы рисунков на керамику и фарфор. Появляется цеха, которая специализируется только на деколе. Мастера переманиваются, секреты крадутся, образцы плитки с деколи того времени сейчас очень высоко ценятся у коллекционеров. Их стоимость достигает несколько тысяч футов за штуку. Ну, я имею в виду это Англия. Ну и что? Наука и промышленность в Европе шли рука об руку. Все три изобретения, которые наиболее способствовали развитию деколи, сделали ее более дешевой и легкой. Сейчас-то вообще копейки. Изобретение бумагодельной машины, это первое. Изобрел ее Анри Фодрине в 1820-х. Изобретение литографической печати в 1796-м. И изобретение способа напечатать больше, чем один цвет на тонкую бумагу, которую открыли братья Брат в 1840-м году. И все это привело к тому, что в 1876-м году в Европе появилась декольмания. Это повальное увлечение переводом картинок на фарфор, керамику и стекло. И десятки тысяч людей увлеклись новым хобби, которое не утратило популярности и сейчас. Ну вот, я говорила-говорила о деколе, а теперь давайте посмотрим, так хорошо деколь это или плохо. Но с одной стороны деколь бывает разное. Более дешевые способы нанесения деколи, менее дешевые способы, которые очень сильно удешевляют нашу с вами посуду. Но на самом деле деколь иногда бывает просто потрясающего качества. И очень сложно определить, деколь это или ручная роспись. Ну давайте посмотрим вот эти мои четыре пары, которые деколь. Начнем, пожалуй, вот с этой. Так, сейчас будем смотреть. Вот пара такая. Ну и это, конечно, деколь в чистом виде. Сейчас я попробую приблизить, чтобы вы увидели совершенно четко. Ну давайте посмотрим на этот рисунок. Правда, очень похоже на ручную роспись, но это деколь. И сейчас я вам покажу, почему. Что же мне делать с резкостью? Вот так. Вот видите, вот это. Это разрыв в деколе, как бы брак. И вот поэтому можно четко определить деколь это или ручная роспись. И тут нету совершенно ручной подрисовки. Вот такая замечательная картинка. Так, кто у нас это сделал? Это у нас сделали японские мастера. Ну, хорошая чайная пара, хороший фарфор, чего-то. Мне нравится. Следующее. Давайте возьмем следующее. Вот, например, вот это. Вот смотрите. Вот когда вы видите вот эту ситуацию, когда много цветочков, букетиков на фарфоре, видите, да? Вот это. Это обычный деколь. Ну, потому что вручную нет смысла рисовать все это. Вот посмотрите, повторяющиеся элементы, они абсолютно одинаковые. Видите? Вот здесь, вот здесь так называемый ситцевый рисунок. Вот, пожалуйста. Одинаковые элементы. Кто у нас такое произвел? Давайте посмотрим. Ой, это что-то очень знаменитое. Ой, сейчас я сделаю резкость. Одну секундочку. Нет резкости. Вот. Вот тут есть. Знаете, тут стоит двойная маркировка. И мне это совершенно непонятно. Если кто у меня из моих дорогих зрителей, знаток подобных вещей, подскажите, что бы это могло быть. Ну, и давайте заодно уже блюдечко посмотрим. Ну, видите, это уже то же самое. Деколь. Вот. Но форма этого блюдца просто потрясающе красива. Мне так нравится. Вообще, ну, очень хорошая. Это чайная пара. Вы знаете, что я вам хочу сказать. Это очень старое мое приобретение. Одно из первых в моей коллекции. Теперь я вам покажу деколь, которая, как бы, качество гуляет. Вот у меня такая чайная пара. Так. Вот такая чайная пара. Вот блюдечко. Прошу. Но тут уже, как говорится, не о чем даже и думать, конечно же, это деколь. И если вы сомневаетесь, посмотрите, вот на это. Видите? Здесь срез деколи. Вот. И вот здесь вот тоже на чашечке. Вот здесь, видите? Наложили, не поместилось, срезали. Вот. А, это продолжение, вот, наверное, бутона вот здесь, так они решили его вот сюда поместить. Нет, даже еще проще. Вот этот срез, продолжение они взяли и вовнутрь поместили, чтобы не пропадало. Но это, конечно, очень дешевая чайная пара. Я ее за доллар покупала. Но, знаете, пить чай из нее очень приятно. Ну, действительно, вот красивые розы, красивые листья. Хотя, конечно, и дешевка. Так, давайте продолжим вот с этим. Но вот это, как бы, очень-очень-очень классная чайная. Это даже не чайная пара. Дело в том, что блюдечко у меня от этого... Вот. От этой кружечки нет. Но я купила отдельно вот это. А теперь давайте посмотрим на очень качественную, очень хорошую деколь. Знаменитый рисунок от немецкой компании «Розенталь». Вот. И когда мне попались вот на облашинном рынке вот эти два блюдечка маленьких, я даже не стала и, ну, и думать ни о чем. Вот это «Розенталь» или нет? Давайте-ка попробуем посмотреть. Потому что это точно «Розенталь». Видите? Вот так. Это точно «Розенталь». Я помню хорошо историю вот этой чашечки. Дело в том, что я пошла на секонд-хенд и увидела целый огромный сервиз. Вот такой. Ну, я подумала, да зачем мне такой огромный сервиз? Он продавался полностью целиком, был достаточно дорогой, и я его покупать не стала. А потом, когда я пришла в следующий раз, я увидела, что этот сервиз начали распродавать, ну, как бы, по парам, по чайным, но отдельно. И уже всё распродали, и оставалась только вот эта вот чашка. Причём эта чашка, она, вот, смотрите, она была со сколом. Это я убрала этот скол сама. Мне надо только единственное, что ещё взять и вот по золоту положить вот сюда вот. Но это моя реставрация. Ещё немножечко надо, конечно, её почистить, чтобы не было так видно, хотя особо и не видно. Вот. Ну, и, короче говоря, стоила она доллар, и я подумала, ладно, возьму за доллар такую красоту. Всё-таки знаменитая фирма. Вот. А потом я на Блошином рынке увидела вот эти две, вот эти два блюдечка. Посмотрите, по-моему, это другая вообще компания. Сейчас мы посмотрим, секундочку. Ой, вы знаете, это тоже Розенталь, я ошиблась, только видите, тут маркировка разная. Значит, это было сделано в разное время. Видите? Вот так вот. Вот. Тем не менее, это Розенталь. И два эти блюдечка, ну, очень мне по нраву. Ну, и, конечно, деколь, деколь, потому что абсолютно один тот же рисунок. Видите? Ну, просто один в один. Только этот покрупнее, а этот помельче. Вот и вся разница. Но посуда Розенталь даже с деколью, в основном это деколь, всё-таки, это всё равно очень хорошее приобретение, это качество. И это всегда очень приятно иметь у себя дома и из такого пить чай. Вот две стутоэтки, которые частично расписаны вручную, а частично здесь используются деколь. И прежде чем мы на них как следует посмотрим, давайте я вам расскажу, как всё-таки отличить деколь от ручной росписи. Самое простое взять очень хорошую лупу и детально изучить картинку. Если вы увидите изображение из множества точек, не торопитесь сразу делать заключение о деколь. Возможно, что перед вами точечная живопись на шедевре начала середины 19 века, настоящего мастера своего дела. Опять, ежели это не ширпотреб с клеймом периода застой прошлого века. Декольмания – это та же переводная картинка только на фарфори. Действительно, под увеличительным стеклом, увидите, точки изображения будут как газетные. Чем выше качество деколей, тем плотнее эти точки сливаются в цельное изображение так, что иногда совершенно невозможно определить, а деколь это или ручная всё-таки роспись. Сама технология нанесения подразумевает, что слой краски на деколе очень тонкий, поэтому изображение бледное везде. Очень часто эти места в живописи, которые надо насытить красками, дописывают кистями. Поэтому вы сплошь и рядом будете слышать деколь с подрисовкой. Я вам покажу деколь с подрисовкой на примере моих брошек. Вот у меня их достаточно много, но это потом. Там, где подрисовка, вы увидите следы от кисти, обычные мазки. Иногда украшают декольки штрешками эмалевых красок. Очень выпукло и декоративно. Их частенько выдают за полноценную роспись, поэтому будьте очень внимательны. Ну и типичным дефектом переводных картинок является прорыв деколи. И нередко именно эти места, но если это хорошая фирма, подрисовываются эмалевыми красками. Ну а теперь давайте посмотрим вот на эти две статуэтки. Вот это первая статуэтка. Ну это вообще музыкальная шкатулка на самом деле. Ой, как бы вам это показать поближе. Сейчас, секундочку. Так, вот так. Видите? Вот. На самом деле, вот это все, конечно же, сделано вручную, расписано. И личико, и волосы. А вот даже отделка вот эта с золотом на платье. А вот эти вот трехлистники. Это деколь в чистом виде. Ну и это музыкальная шкатулка. Я давно-давно ее покупала. Давайте ее заведем заодно, послушаем. Я сейчас это контролю. Пускай играет. Следующая статуэтка вот эта. Давайте на нее тоже посмотрим. Ну что, все то же самое. Волосы, личико, цветы. Это все ручная роспись, конечно же. А вот букетики с цветочками, это деколь. Попробуйте на этих складках нарисовать вот такое. Но видно, что деколь все абсолютно одинаковое. Но все равно очень симпатичная. И это производство Италии. Вот. На этом Итали написано. Видите? Вот. Вот тут. Ну, это я покупала. Ах, где же я это? Да, на плашином рынке. Конечно же. Вот. Мне очень эта статуэточка нравится. Это дама с ее пышным платьем, с цветами. И даже вот то, что тут и деколь, и ручная роспись, что бывает достаточно часто. Особенно в современных татуэтках. Будьте осторожны. То есть ничего в этом страшного нету. Но все-таки смотрите на цену, естественно. Ну что ж, мои дорогие. Вот сегодня я решила закончить свой вот такой вот просветительский обзор, скажем так. Если я что-то рассказала для вас новое, интересное, буду рада. Напишите об этом, пожалуйста, в своих комментариях. Не забудьте. Я всегда жду ваших комментариев. Для меня это чуть ли не самое главное. Ну и, конечно же, лайки. Они продвигают мой канал. И, конечно же, кто не подписан, кто случайно нарвался на это видео, пожалуйста, подпишитесь. А то что-то в последнее время как-то стало гораздо медленнее с подписками. Ну, мне это не сильно приятно. Хотя, вы знаете, с этим жить можно. А с вами была Инесса из Нью-Йорка. Ждите продолжения с моими брошками. Вам будет очень интересно. До свидания. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»